Приветствую вас и окарактеризовать поведение мужчины в данном случае, при том описании, которое дали вы, можно следующим образом. Человек не ценит, не уважает девушку, не уважает сам себя, не обладает достаточным воспитанием, достаточными моральными ценностями, устоями, рамками, чтобы понимать, что нельзя играть чувствами человека. В этой ситуации мужчина понимает, что девушка испытывает к нему чувства, и эти чувства привязывают ее к нему, и он понимает, что она к нему привязана, и он этим пользуется. То есть, отдает себе отчет в том, что он может делать все, что угодно, как угодно ее оскорблять, обижать и так далее, и она это все терпит, потому что она его любит. И она в нем нуждается. И вот эта нужда, нуждаемость, по сути дела, преданность, привязанность, убирает ценность женщину для мужчин, потому что такого мужчину, как он, нужно воспитывать, нужно подчинять, нужно держать в веселых рукавицах. То есть, для такого мужчины, она женщина сильная, волевая, знающая, чего она хочет, и не позволяющая себя обижать. Наверное, что девушка не такая, и она испытывает комплекс неполноценности. Она недостаточно уверена в себе. Она не оценивает себя адекватным образом. Она недостаточно сильно себя любит. Потому что, если бы такая любовь была, что человек, как минимум, понимал, что оскорбление терпеть неприемлемо, что, значит, поведение мужчины никак не нацелено на проявление любви, на проявление ласки, нервности и так далее. И она бы, при адекватной оценке за мой себя и при восприятии мужчины как самоцель, она бы недавно с ним перестала бы общаться. Потому что он, в ней не нуждается, он ее использует, а она, терпя вот это все, показывает, что мужчина нужен ей для каких-то своих целей. То есть, она от него зависит. И в этой ситуации, в целом, можно сказать так, что мужчина, он действует в своих интересах, он в себе не изменяет, он изначально так себя поставил, у него такой характер, и он, в принципе, счастлив. Но, несчастлива девочка. И эта девочка требуется помощь в избавлении от любовных, любовных зависимых, в осознании того, что она любит и нуждается не в том мужчине, о котором идет речь, а она нуждается в удовлетворении своих потребностей, в беге от страха, в чем-то еще. И мужчина нужен ей, как, еще раз повторю, как средство для достижения своих целей. Это ни в коем случае не любовь с ее стороны. Почему не любовь? Потому что любящий человек, то есть, любящий по-настоящему, принацелен на то, чтобы сделать человека счастливым другого. Он, как необходимые условия для проявления такой вот любви, обладает внутренней гармонией с самим собой. То есть, чтобы желать счастья кому-то другому, нужно, впервые, обрести гармонию с самим собой. Человек, имеющий такую гармонию с самим собой, ну, в первую очередь, как минимум, он себя уволяет, любит и ценит, и не позволит обращаться с собой вот таким оскорбительным образом. Никогда. И именно поэтому можно утверждать, что в этой ситуации помощь нужна девушка. И эту девушку необходимо избавлять от любого хозяйства. Соответственно, чтобы это сделать, необходимо с ней работать, необходимо провести с ней инсультации. И тогда можно будет надеяться, что она увидит не образ придуманный своими желаниями, а реального человека, который ни во что ее не ставит, который не стремится сделать ее счастливой, который не уважает ее, и все самое страшное, он не уважает себя. Потому что уважающие себя мужчин, так поступать не будет. Он себя не уважает, значит, он может уважать и людей рядом с собой. И с таким человеком как бы общаться себе дороже. И можно только в одном случае, это если тянуть его за собой, то есть увидеть в нем какие-то хорошие, добрые, положительные, конструктивные зачатки, и эти зачатки стараться развивать. Но объективно это потребует очень много усилий, и не каждый человек, не каждая женщина готова на это, найти без ущерба для себя. Вот ваша девушка, точнее вот девушка, которой вы пишете, она попыталась это сделать, но у нее вот не получилось. То есть она вроде бы и готова, но в то же время очень сильный наносится ей ущерб, а это неприемлемо. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Вот помогу, если вам понравился мой ответ, пожалуйста, делайте его лучшим, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго. Спасибо.